Что ты кричишь там? Я пыталась, ты мне поздно достала? Да, достала. Молодец, уличка. Все, я поехала. Все, давай, езжай. Всем здрасте, Васильевна. Занята сегодня дуже ответственным делом, очень ответственным. Вона занимается переработкой молока и подготовкой великого заказа нашим постоянным покупателям. Утром я развезла молоко уже тем людям, которые постоянно у нас берут молоко. Чем хороший осенне-зимний период? Тем, что спрос на молоко и молочную продукцию увеличивается в два, а то в три раза. Это, конечно, радует. Но одно не радует, что не много молока у нас теперь. Коровы хоть и дуются, золушка два раза дуются, а рябина три раза в день дуются. Но спрос поднялся на молоко. Поэтому девчата наши, коровушки, не справляются, так сказать, с выработкой огромного количества молока. Так, я приехала на поле, на наш невеликий участок, где у нас посеяна люцерна. Надо его убирать, подготовить к зиму. Нет. Мы полностью все выкашиваем, выгребаем. Сухостой. Бурьяны понаростали после того, как люцерну выкосили. Бурьян пішов лезть. В этом году амброзии тьма. Амброзия бродила, что-что, а очень хорошо. Ей надо полностью выкашивать, выгребать. Мы это каждый год делаем. Ну, как вы знаете, бурьян есть бурьян. Коси его, пали, травы, а оно лезет, лезет, лезет. В общем, вот так вот. Мой велик упал. Мне однозначно повезло на этот раз. И маме. У нас появился помощник. Как вы думаете, кто? А хотя, что скрывать? Мой братик приехал на два дня. Ой, сейчас поставлю велик, запутался. Упал. Вот у нас росте невеличка деревинка. Так хорошо. Вот який стеньочек в летний период. Холодок. Привезла водички йому и бензин. Приехал на два дня, чтобы именно помогли нам убрать этот участок. Огромное ему за это, конечно, спасибо. Оно, оно видно? Погано видно его, далеко. И что я вижу? Вы представляете? Я в шоке. Какое-то мурло взяло, подпалило. Офигеть. Мало того, что ездило, все заезд. Что это такое? Это нормально? И это при том, что все знают прекрасно, что мы же не один год тут держим. Люцерни. Так до люцерни у нас. Мы же тут город садили. Ого. Видно оно. Дорога вот здесь. Падло, какая-то ездила. Йо-майо. И подпалили взяли, ага. И что теперь это? Это сгорело что-то. Йо-майо. Офигеть. Это при том, что знают прекрасно, что мы тут садим, что мы тут убираем, постоянно наводим порядок на этой территории. Да, пусть она по документам не наша. Ну и извините, надо же по-человечески. Никому оно не надо было, а тут резко понадобилось. И прекрасно знают, что рядом люди держат город и знают прекрасно, что мы тут косим, убираем, город держим. Вот представьте, вот это что делается. Это Васильевна в шоке будет. И кажется, я догадываюсь, кто это может сделать даже. Тут есть у нас один такой. Сильно умный и грамотный. Вот это да. Подпалили все. И люцерка погорела молоденькая. Йо-майо. Да нет, это видно с бензином палили, потому что оно прямо так видно. Оно, вот так, вот так. Это бензином палили, представьте. А тут они тронуты. Если бы уже палили, то он бы везде палили, а там оно не тронуты. Все выгорело полностью. Нема люцерки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нема, погорела. Вот это молоденькое было. Погорело все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так держи в поле. Город. Как не обворяют, не вынесут. Так возьмут, подпалят. Не, а что? Нам, в принципе, привыкать. Уже палили у нас сено на поле. И не раз палили. Специально, хорошее сено. Було луговое. У нас территория была разработана. Только туда дальше, в поле. И все полностью. Потюкували, чтобы приехать вечером забрать. Трактор в тот момент наняли. И все полностью спалили, когда приехали с трактором. Вот так вот. И тут та самая история. Давно такого не было. Представа, это спалили. Это спалили. Это же не мы палили. Где? Люцерка. Все выгорело, к черту. Я из трех только один сбиваю. А два, они вот так вот скакают от пилки. Бо оно сухое. В общем, я расстроена до слез. Верите, чесное слово. Обидно капец. Обошла я всю территорию нашу. Полностью все взяли, подпалили. Прямо я не знаю. Пахали, пахали, садили, садили. Люцерну. Так до Люцерни у нас тут город был. Зачем брать? Зачем подпаливать? Тут постоянно. Бурьян вырос. Последний раз, как мы уже скосили вторый, погнали бурьян. Все, мы его не трогали. Хай нарастает, мы его скосим. И Люцерна все полностью выгорело. Струпаки только остались где-нибудь. Брат каже, их очень тяжело вообще косить даже. Это опять тратить гроши на немой трактор перепахать. Опять нам купить Люцерну ту самую. Опять пересевай, опять надо переволочить это все дело. Даже если культивировать, опять платить гроши. Пока оно выросло. Пока оно выросло. Капец, короче. Розстроена, верите. Да вроде что, эти бурьяны подпалили. Люцерна погорела. Маленькая, она начала отходить. Понятно, третьего укоса не будет. Она начала отходить. Выгорело все, оно к черту земля, оно перепалось. Да даже если бы она по документам и была даже наша. Что тут? Забор поставишь. Тут его стырят сразу той забор. Стырят. Покилки деревянные заберут на дрова. Железные покилки сдадут на металл. Что тут еще делать? Как его родить в поле? Воно не поле, воно последнее последнее виходит. Как окраина города. Да, там есть оно сзади дома. Но никто сюда, видите, никто и не позвонил. Хотя напротив, люди знали наш номер телефона на всякий случай. Но никто не позвонил, не сказал, что так и так девка горит. Да горит, хай горит. Короче. Вера, ты даже руки опустились, даже сгребать не хочется. Такая жизнь, да? Тяжелая штука. Ты делаешь, делаешь. А кто сильнейший, забирает все. Всё. Успокойся. Слезами горю не поможешь, да? ладно то я разкисла вообще разкисла то обидно просто обидно ну ничего на семейном собране будем решать да да хотя что тут решать все в принципе так понятно на ново пересевать я в шоке все всем пока главное чтобы у вас было все хорошо мы все сильные мы все справимся со своими проблемами да каждому бог да я столько проблем чи точнее как такие проблемы бог да и с якими мы можем 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 справиться справлялися справляемся и будем справляться так что все вам удачи спасибо что вы с нами и всем пока